Всем тихой ночи. Довольно давно не было видео по организациям в мире SCP, потому что в какой-то момент они закончились. Однако за прошедшее время фонд исследуя мир аномального столкнулся с двумя новыми группами, связанными с явлениями нарушающими законы реальности. Посмотрим на эти организации и объекты ими порожденные. Однажды вышедший на пенсию продавец по имени Гранд Фейворс начал находить у себя дома рекламные листовки, которые он вроде бы туда не приносил. Мужчина позвонил в полицию, считая, что кто-то пробирается в его дом. Однако вместо работника полиции на место приехал человек из SCP и определил, что листовки материализуются аномальным образом. Агенты фонда направились в торговый центр, указанный в листовках, который находился в солнечном городе Майами. В целом, это был обычный большой магазин торговой сети Walmart, какие можно найти по всей Америке. Но в его офисных помещениях наблюдалась одна странность. На одной из дверей висела табличка с надписью Void. И эта дверь, вместо того, чтобы находиться в одном месте, появлялась в разных местах магазина. Каждый раз, когда агент фонда покидал магазин и возвращался в него обратно, дверь снова приходилось искать заново. Внутри комнаты за дверью всегда стояла огромная машина, состоявшая наполовину из металла, а наполовину из органических частей. На ней была надпись «Преобразователь материи от Void Incorporated». Сейчас она известна в фонде как SCP-5951. Если её включить, машина, используя свои органические части, поглощает неживые предметы, поставленные рядом с ней. И через какое-то время из её другого конца вылезают живые коконы, похожие по форме и размеру на человека, но пустые внутри. Через какое-то время коконы начинают выделять мыльную пену. Смысл этого процесса так и остался непонятен. Поначалу было предложено просто уничтожать эти коконы, но затем сотрудники SCP просто сложили их в одной из комнат. Во время очередного осмотра объекта, внутри его механизмов был замечен старый телефон, на том месте, где его раньше не было. Учёный по фамилии Кёнинг, проводивший обследование, поднял трубку и на удивление на другом конце ему ответили. Бодрый мужской голос сказал «Добро пожаловать на круглосуточную горячую линию Гризенбургера, где вчерашняя плоть внезапно стала свежей. Как я могу помочь вам, друзья?» После короткого диалога человек на той стороне буквально просит доктора прочесть статью об их организации на сайте SCP. Именно том сайте, где мы читаем статьи про мир SCP. А когда учёные фонда не понимают, о чём речь, странный человек из телефона жалуется, что не знает, что делать с существами, которые не видят ни четвёртой стены, не пятой. Четвёртая стена – это когда персонаж обращается к читателю, а пятая – это когда читатель обращается к кому-то. В самой статье описывается история фермера Саймуса Гриза, который в США 19 века выращивал морковь, но однажды потерял весь урожай, отчего то ли сошёл с ума, то ли встретил что-то аномальное, а скорее всего и то и другое сразу. В общем, когда он снова попытался выращивать свою морковь, её урожай сожжали насекомые и плесень. Он страшно разозлился, и эти его эмоции каким-то образом превратили остатки урожая, насекомых и плесень в единую биомассу. Бодрый фермер не растерялся, назвал получившейся закуской Гризенбурга и начал продавать. Закуску покупали, и бизнес пошёл в гору, но безумие этого человека прогрессировало. Саймус приобретал всё новые аномальные способности, одной из которых было самокопирование. Он буквально научился создавать копии себя из ничего. Благодаря этому в меню его закусок появились и местные блюда. Вскоре оригинальный Саймус умер, а его дело продолжила одна из его копий по имени Ебинзер Гриз, который сам обезумел настолько, что стал многомерным существом за пределами пространства и времени. Находясь там, он заскучал и решил организовать кампанию по продаже еды под названием Гризенбургер, куда собственно учёный фонда и дозвонился, подняв трубку в телефоне, найденном в SCP-5951. Человек на том конце трубки сказал, что в найденном фондом магазине продаются их товары, а Void Incorporated пытается с ними конкурировать, потому хитрый глава Гризенбурга придумал весь этот хитрый план с листовками, чтобы фонд SCP увёз оборудование конкурентов куда подальше, взамен на что компания готова поделиться частью прибыли, получаемой от этого магазина. После этих событий фонд начал внимательно обследовать здание торгового центра. Там в глубине складских помещений был найден ещё один подобный телефон, обладавший интересным влиянием на разум человека. При приближении к аппарату мышление затуманивалось, а способность считать практически пропадала. Любопытно, что эффект распространяется не только на людей, но и на различные вычислительные устройства. Вблизи от телефона они работают очень плохо. Явление было поставлено на содержание, как и SCP-5921. Доктор Кенсинг, проводивший осмотр, снял трубку и услышал уже знакомое приветствие. Голос на другом конце линии теперь немного поворчал на тему того, что фонд не спешит выполнять свою часть сделки, на чём общение и закончилось. Люди из организации продолжили искать какие-то ещё аномальные вещи в торговом центре, но такие вещи нашли их самих. Прямо перед агентами появился автомат для торговли хот-догами, и поедание одного такого приводит к тому, что съевший теряет сознание на несколько секунд. При этом человеку после пробуждения кажется, что он отсутствовал в этом мире очень долго, от нескольких недель до столетий. Аппарату был присвоен номер SCP-6151, и его перенесли в недоступное для обычных посетителей торгового центра место. Доктор Кенсинг решил снова позвонить по телефону и спросить, что происходит с теми, кто употребляет хот-доги. На том конце ему сказали, что в качестве благотворительной акции они подключаются к разуму человека и пытаются объяснить ему основы экономики согласно учению австрийской школы. И некоторым удается всё объяснить за пару недель, а с кем-то приходится говорить не одну сотню лет. В общем, со временем отношения у этой организации довольно сложные. Тайный фонд начал следить за людьми, связанными с Гризенбургером, и обнаружил, что работа их не слишком-то и хороша. Не считая шанса попасть в бургер, они часто перемещаются между мирами, пренебрегая всеми возможными мерами безопасности, отчего постоянно умирают. При этом их тела по неизвестной причине телепортируются в район города Майами, где находится магазин. Исследование самих тел выяснило, что по сути все работники потусторонней компании являются одним и тем же человеком, который, когда ему нужен новый сотрудник, просто копирует сам себя. При этом из-за того, что копии являются всё тем же человеком, главой компании, между ними постоянно происходит конфликт на тему того, кого же считать самым главным боссом. Такая вот странная организация с четырьмя объектами и двумя десятками рассказов. Вторая новая организация в списке – это Медичинская академия оккультных наук. По большей части ей занимается итальянский филиал фонда SCP. Соответственно, большая часть её объектов на итальянском. Но недавно появилось её упоминание и в основном пространстве, потому её добавили в общий список. Академия – это старинная организация, основанная в Италии 15 века, с тех пор собирающая мистические предметы со всего мира и имеющая немаленькую коллекцию. Это и инструменты Донателло, позволяющие работать с камнем, как с куском глины. И такая вот странная штука, смотря на которую начинаешь испытывать блаженство. Также Академия имеет огромное влияние в мире аномального, по крайней мере в Италии. Внутри мира итальянского филиала она поддерживает связи со всеми организациями в этой стране. А из объекта SCP-4505 мы знаем, что фонд SCP доверяет Академии хранения некоторых собственных аномальных предметов, например, картины, на которой изображён разлагающийся в реальном времени человек. Кроме этого, из SCP-5069 видно, что Академия привлекает множество людей с аномальными способностями, потому фонд предпочитает с ней дружить, чтобы иметь возможность за ними следить. Впрочем, чтобы понять, что это за организация, надо, наверное, разобраться в целом, что в итальянском филиале происходит. А я ещё так и не разобрался со французским, ведь когда-то давно в голосовании победила организация оттуда под названием Sapphire. Надо бы разобраться с этим. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok